Здравствуйте, уважаемые друзья! Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в студии Ирина Чекунова. Сегодня мой собеседник Игорь Новожилов, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Игорь Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь, наступают холода, и мы сегодня уже в который раз предупреждаем водителей о коварности дороги в так называемое зимнее межсезонье. К чему нужно быть водителем особо внимательными? Особенно, наверное, по утрам, потому что уже образуется наледь. Да, действительно, прогноз погоды, который сегодня нам вещает, говорит о том, что в ближайшее время наступают минусовые температуры в ночной период и в дневной там небольшой плюс. И в это время водителям необходимо психологически уже перестроиться на зимний стиль вождения. Соответственно, что он с себя подразумевает? Следует быть особенно внимательными на дороге, потому что те путепроводы, эстакады, мосты, чрезводные преграды, которые у нас имеются, они в первую очередь подвержены образованию стекловидного льда. Те дорожные службы, которые сегодня уже должны быть переведены на зимнее содержание дорог, как бы понятно, они плавно, поэтапно переходят, и вот эта вот система достаточно неотлажена. Поэтому необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд, совершение других маневров, не убедивших в их безопасности. Также не стоит забывать о соблюдении дистанции бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно включать внешние световые приборы, чтобы в непогоду быть заметными другим участникам дорожного движения. В условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной, двигаться, если необходимо, то даже включать аварийную сигнализацию для того, чтобы другим были заметны. Внимательно относиться к своему самочувствию, прежде чем сесть за руль транспортного средства. Если вдруг за рулем почувствовали недомогание, лучше остановиться при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или воспользоваться услугами общественного транспорта. Лучше за руль в таком состоянии не садиться. Это так вкратце, как надо быть готовым водителю к перестроению для зимнего стиля вождения. Игорь Николаевич, а вот каким образом, возможно, это уже поздно, но лучше поздно, чем никогда, готовить свою машину к зиме, к холодам? Это, наверное, прежде всего касается резины, зимняя резина. Уже, наверное, поздно или еще куда бежать, что делать? Нет, сейчас достаточно самое время. Уже пора автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону. Ну, это прежде всего обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля, проверить исправность световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки и заряда аккумулятора сейчас, который очень будет актуально в период холодов. У кого-то будут разряжены аккумуляторы, если они достаточно старые. Но самое основное, что мы сказали, это сейчас смена резины. Производители зимних шин рекомендуют установку зимней резины уже при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7 градусов в течение как минимум недели. То есть это то, о чем сейчас мы говорим. Это необходимость уже сегодня начать смену резины для того, чтобы на дороге себя чувствовать безопасно. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Вот как раз тот самый гололед, о котором мы говорили в начале. И к чему ведет-то это все? Это поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, спасти жизни, здоровье и имущество участников дорожного движения. Ведь сейчас, как будет первый гололед, начнется, как в простонародье говорят, день жестянщик. День жестянщика, да. Просто летняя резина не будет держать машину на дороге, начнет крутить. Действительно, летняя резина у многих даже бывает подизношенная. Она не будет иметь такого коэффициента сцепления с поверхностью покрытия. И справиться на дороге будет очень проблематично с такой резиной. Поэтому зимняя резина, она более жесткая, соответственно, и вести себя на дороге будет более комфортно. Я говорю, ну это все тоже только ради вашей безопасности, сохранения жизни, здоровья и имущества, соответственно, вашего автомобиля. Игорь Николаевич, а перейдем сейчас вот к статистике аварийности, возможно, с начала осени или начала октября. Опять учимся на чужих ошибках, как сохранить свою жизнь и здоровье, о чем нельзя сдобывать, о чем говорят эти ДТП, которые произошли. Что касается дорожно-транспортных происшествий, сегодня, как и 2017 года, у нас кардинальное сокращение смертности. В основе кардинального сокращения смертности на дорогах лежит региональная составляющая федерального проекта «Безопасность дорожного движения», о чем мы в начале передачи сказали. В данном проекте основным и практически единственным критерием является снижение количества погибших. Что касается нашего региона, по итогам 9 месяцев 2023 года у нас на территории области погибло 109 человек, 109 погибших. На сегодняшний день где-то в районе 111 у нас погибших. Но суть в чем, что пока транспортный риск, тот показатель, который установлен, в области выполняется. Это основной показатель. Есть еще транспортный риск, это количество погибших на 10 тысяч транспортных средств. Есть еще социальный риск. Количество погибших на 100 тысяч населения. Там два показателя установлено. Соответственно, социальный риск, к сожалению, мы уже не выполняем и идем с превышением прогнозных значений, установленных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Ситуация у нас стала усугубляться с мая месяца. То есть весь летний период у нас гибнет больше прогнозного значения. Количество погибших у нас больше прогнозного установленного проекта. Потому что автомобилей больше, потому что световой день дольше или потому что тепло. Здесь, конечно, да, влияет больше приток, во-первых, людей на летний отдых сюда к нам в регион или транзит. Увеличивается интенсивность движения. Соответственно, вроде выезжает на дорогу все, что можно, мототехника вся. Поэтому здесь увеличиваются риски. Ну и это отмечается всегда на протяжении многих лет. Увеличение именно числа аварий и погибших в них в летний период. Тепло. А что осенью у нас? Осенью у нас начинаются проблемы, и это с пешеходами. Основная проблема пешеходов пока не установился устойчивый снежный покров. Пешеходов не видно, как говорится. Особенно в темных местах, где отсутствует искусственное освещение, где не обустроены тротуары, и пешеходам приходится двигаться по краю проезжей части, либо по обочине. Поэтому у нас даже вот по статистике хотелось бы, вот если про пешеходов взять, за третий квартал погибло 9 человек, 9 пешеходов погибло только за третий. А до этого, за полугодие, мы закрывали всего с одним погибшим пешеходом. Вот представляете, какая разница? Полугода мы закрыли с одним погибшим пешеходом, а здесь уже 9. Да, разница существенная. Игорь Николаевич, в первой части программы мы начали говорить о пешеходах. Осенью возросло количество погибших пешеходов на дорогах региона. Мне сразу вспоминается недавняя довольно-таки авария, которая произошла в областной столице, пересечение Смоленского переулка улицы Чернышевского, где под машину попали сразу две девочки-подростка. Во всяком случае, девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, хотя мы неоднократно, уже не первый год говорим о том, чтобы водители были внимательнее. Начался учебный год, дети выбегают на дорогу, много школьников, студентов, но тем не менее. Тем не менее, да, ситуация с началом учебного года у нас немного обострилась в плане наездов на пешеходов. Ну, здесь, наверное, тоже было связано в первую очередь с прибытием с места отдыха в город людей и, соответственно, их возвращение в городскую среду. Соответственно, здесь участникам дорожного движения тоже необходимо как пешеходам, о чём вот мы говорим, быть предельно внимательными. Прежде чем вступить на пешеходный переход, надо всё-таки правила дорожного движения предписывать, это убедиться, убедиться, что машина остановилась и пропускает вас для перехода проезжей части. Да, я хотела заметить, что некоторые переходят улицу, такое ощущение, что им должны. Что человек уверен, что каждый водитель обязан остановиться, вот видит человека. Вот эта уверенность, да, это менталитет почему-то сложился такой вот у нас, да и не только у нас, что пешеходный переход, и человек там будет себя чувствовать безопасно. Да, это вот как ограничено забором. Да, как ограничено забором, и там пешеход будет себя 100% чувствовать безопасно себя, приходя проезжую часть. На самом деле это не так, и я ещё раз повторю, что и правилами дорожного движения предписано, чтобы пешеход убедился. Потому что водители у нас далеко манера вождения людей не соответствует тем требованиям, которые хотелось бы. Водители находятся и в состоянии алкогольного объединения, и не имеющие права управления, и, соответственно, много-много разных нарушений. Понятно, когда уже остановился этот водитель, тогда переходите в проезжую часть. Но что я ещё хотел бы пешеходам обратиться и несколько советов дать. Сокращается световой день, осадки, туман, снижается видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде и предметах, сумках или каких-то других предметах. Брелки, браслеты, подвески делают пешеходов со световозвращающими элементами более заметными на дороге. Я не говорю уже за городом, вне населённых пунктов. Да, где нет тех же фонарей. Да, где нет фонарей. Но даже и в городе вот этот брелок, он поможет различить пешехода, и, соответственно, своевременно водителю даст момент на вооружение его внимания, и водитель, соответственно, будет снижать скорость. Поэтому предлагается всем всё-таки к этому вопросу вернуться, и вот особенно в данный период времени. Игорь Николаевич, вопрос. Мы уже не первый раз обращаемся к пешеходам, чтобы использовали такие приборы. Вообще прислушиваются к вашим советам? Знаете, прислушиваются больше дети. Соответственно, родители, наверное, больше это на детей обращают. Потому что, чтобы у взрослых, вот на самом деле редко мы видим, несмотря на привлечение к административной ответственности, за ходьбу без световозвращающих элементов, ситуация коренным образом не меняется. Но вот этот вот урок, который мы говорим в школах, проводим определённую работу с детьми, с родителями на родительских собраниях, здесь он работает вот эта система. Но это уже хорошо, тем не менее. Конечно, со взрослыми, пешеходами здесь ситуация проблематична. Но к этому мы будем постепенно идти. Постепенно к этому идти. Но это как всегда у нас так и работает. Это нужно, чтобы прошёл не один год, что называется. Да, да, действительно. Как ремни безопасности. Вспомните, да, тоже приучали-приучали, вроде бы приучили. Как и культура поведения на дороге. Вроде бы всё в лучшую сторону меняется. А как быть с нетрезвым вождением? Сколько лет, тоже вот мы говорим. Сколько лет призываем, ужесточено сильно наказание. Тем не менее, да, какова статистика пьяного вождения? И что у нас с контролем трезвости в преддверии зимы? По пьяным водителям и отказавшимся от медицинского освидетельства. Ситуация у нас по итогам 9 месяцев следующая. 121 дорожно-транспортное происшествие. У нас зарегистрировано, в которых 33 человека погибли и 148 получили ранения. Хотелось бы что сказать. 33 человека, каждый третий погибший на территории области по вине пьяного водителя. По итогам 22 года погибал также каждый третий. В 21 году погибал каждый четвёртый. Каждый четвёртый погибал по вине пьяного водителя. Ситуация здесь коренным образом не меняется. Несмотря на то, что с подразделениями госавтоинспекции практически по итогам 9 месяцев 3,5 тысячи составлено административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Значит, профилактическая работа мощная проводится? Профилактическая работа проводится, однако достаточно мощная. Но ситуация с пьяными водителями, хоть она в этом году у нас сократилась, количество аварий сократилось на 25% ориентировочно с участием пьяных водителей, но тем не менее она остаётся на большом уровне. И вот это наиболее социально значимое нарушение, которое происходит с участием управления водителем транспортным средством в состоянии опьянения, это самое, что ни на есть, зло, я бы сказал, на наших дорогах. Просто законодательством предусмотрено уже ряд административных мер. Это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. А водители, уже севшие за руль повторно в состоянии опьянения, несут уже не административную, а уголовную ответственность. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения по итогам 9 месяцев текущего года у нас выявлено более 500 таких нарушений, подпадающих под уголовную уже ответственность. Ну это Игорь Николаевич, что называется, горбатого могила исправит. Что делать дальше? Дальше ужесточить, с каких только предложений я вот уже не слышала относительно того, что пожизненно лишать права. Нет, такого нету пока, но вот законодателям предусмотрена конфискация автомобиля. Ряд уже судей пришли к этому. То есть уже были такие судебные решения? Да, судебные решения такие есть, но они пока единичные у нас на территории области. Но, наверное, к этому тоже мы идем примерно, потому что пьянство за рулем, каждый третий погибает, но это катастрофа, я бы сказал. Это катастрофа очень глобальная, с которой требует здесь концентрация всех сил и средств. Это и госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Это вот, знаете, вы рассказываете вот все, что мы говорили до этого и в предыдущих программах. Ничего не работает, да? Это предупреждение правила, когда человек нетрезвый за рулем, тут не важны. Какие правила дорожного движения написано? Что? Правильно ты переходишь дорогу, оборачиваешься ты направо-налево. Если пьяный человек, ему, что называется, все по барабану. Тем не менее, тем не менее, работа должна в этом направлении... Понятно, ему это все сложно рассказать пьяному водителю, но работа в этом направлении, совместная работа, должна приносить результат печатные, электронные СМИ, реклама, телевидение, работа с руководством муниципальных образований старостами деревень, жителями с активной гражданской позицией, соответствующая работа в интернете. Направлено должно быть все на то, чтобы изменить поведение человека в дорожном движении и сформировать негативное отношение общества к нетрезвым водителям. Соответственно, если вы стали или увидели человека, который будет начинать движение, сел за руль в состоянии опьянения, проинформируйте полицию. Наберите 02-112 и соединят вас с дежурной частью, и от вашего звонка может зависеть жизни других людей. Просто 02-112, там не обязательно звонить в дежурную часть ГИБДД, да? Просто и там соединят все, это на самом деле... Но люди откликаются, да? Откликаются, да. Хотелось бы, конечно, чтобы больше таких откликов было. Но такие звонки поступают, и спасибо, что они регулярно поступают. В течение недели мы фиксируем, это только мы фиксируем, по, наверное, в районе 10 звонков таких вот, что да, не всегда они как бы оправданы и не подтверждаются. Ну, в этом случае ничего страшного. Ничего страшного нету, поэтому наряд выйдет, проверит, и, по крайней мере, будет ясность с этим водителем. А ну, а домашним, если видят, что человек неадекватен, куда-нибудь ни в коем случае не давать ключи, да, не поскочать за руль? Да, да, ну, это, конечно, если с кем-то проживают, они проживают с человеком, у которого имеются риски, который сядет за руль в состоянии опьянения, соответственно, ключи, и я хочу напомнить, что административным контекстом предусмотрена административная ответственность за передачу лицу, не имеющей там права на управление, либо лицу в состоянии опьянения, поэтому здесь урегулировано, и прежде чем какое-то действие совершить, надо подумать хорошо. Контроли трезвости по-прежнему проводятся и будут проводиться, да? Да, контроли трезвости у нас проводятся. Вообще, наряды нацеливаются ежедневно на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Это самое управление транспортным средством в состоянии любого из опьянений. Это не имеющие права управления, лишённые права управления. В рамках осуществления функции это и проходит ежедневно. Дополнительно, как правило, в выходные дни у нас идёт усиление нарядов, усиление плотности нарядов для того, чтобы спрофилактировать, спрофилактировать, спрофилактировать именно пьянство за рулём. Ну, это в основном, основная из задач. И, соответственно, ежедневно, ежедневно результаты идут, идут по привлечению пьяных. То есть ежедневно, ну, в районе, примерно в области, я скажу, там, 15-20, тут это примерно так, бывает выходные там больше, водители выявляются в состоянии опьянения. Достаточно, ну, представляете, только что выявили. А сколько ещё водителей села и охват наших нарядов, мы не можем охватить. Мы не можем охватить всё. Поэтому здесь же мы опять рассчитываем на помощь со стороны всех, как я уже ранее сказал, участников дорожного движения, всех граждан и представителей средств массовой информации. Да, уважаемые друзья, и мы, в свою очередь, подключаемся. Не проходите, не будьте равнодушными, потому что это действительно беда. Несколько минут у нас до конца эфира, Игорь Николаевич. Что можем сказать по качеству дорог и готовностью к зиме? Мы уже немножечко затронули эту тему. Сейчас уже понятно, кто будет чистить, сколько техники, или об этом ещё пока рано говорить. Нет, в городе это всё понятно у нас в городе. Соответственно, МБУ дороги Твери, бывший МУПЖЕК, соответственно, у нас также будет осуществлять зимнее содержание. Конечно, ситуация здесь, техника изношенная у нас есть. Требуется, наверное, будет сконцентрировать усилия для того, чтобы вся эта техника, имеющаяся в этой организации, своевременно и, по крайней мере, была готова. А так, технически всё готово сейчас, пока готово к сезону. По крайней мере, песок соленая смесь для обработки. Всё как бы подготовлено более-менее. Федеральные дороги также готовы к зиме. У них вообще тут техника вроде и получше, и момент реагирования побольше. По своевремени реагируются здесь. Ну и как бы здесь, учитывая городские тоже можно условия, здесь есть и светофоры, и немножко замедление движения. Там как бы в этом плане попроще. Ну и региональные дороги также у нас готовы к уборке. Ну это на контроле главное. На контроле, да. Опять же, сейчас, как всегда, мы каждый год, как начинаем с нуля, выявляются свои проблемы, точки, где будет необходимо дополнительно принимать какие-то решения. Ну это как, да, каждый год одно и то же. Каждый год, можно сказать, да, одно и то же. Мы завершаем программу. Мне хотелось, чтобы вот в финальные, что называется, минуты, вы еще раз обратились с советами в это зимнее межсезонье, как к опытным бывалым водителям, так и к молодым, так и к пешеходам. Еще раз на что основное внимание сконцентрировать. Опять же, в связи с ухудшением погодных условий и планируемым выпадением осадков, образованием гололедницы. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Избегаем резких поворотов, маневров в непогоду, снижаем скорость до минимума. В случае возникновения опасности дорожно-транспортного происшествия, соответственно, лучше остановиться, сообщить по телефону, и к вам приедут сотрудники и помогут в вашей сложившейся ситуации. Опять же, еще раз обращаюсь внимание и остро хотелось бы поставить вопрос. Это проезда мостовых сооружений, искусственных эстакадов, где сейчас в первую очередь будет образовываться гололед. Пешеходам быть максимально бдительными в условиях непогоды, перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если он есть, то водитель вас видит и пропускает. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог только навстречу движения. Отдавать предпочтение одежде светлых тонов, если не хотите световозвращающие элементы, может быть, у кого-то стиль, вы лучше выберите одежду светлых тонов для того, чтобы водитель вас видел. Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, ведь в такую погоду увеличивается количество мелких дорожно-транспортных происшествий, в которых даже не страдают, может быть, люди, но получают повреждения в вашей автомобиле. Сотрудники госавтоинспекции советуют и водителям, и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую будет зависеть ваша жизнь и здоровье. Еще раз повторю, попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно обращаться за помощью подразделения полиции по телефону 112 и 02. Спасибо, Игорь Николаевич, за жизненно необходимые советы. Напоминаю, что в студии был Игорь Новожилов, начальник отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Для вас работала Ирина Чекунова. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.